А, вы все еще здесь? Смотрите, что было в прошлой программе. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Так, Екатерина Евгеньевна, мы с вами на втором этаже. Да, мы на втором этаже. И на втором этаже, если вот так оглянуться вокруг, да, тоже достаточно много дверей, в которые можно заглянуть. Это другие отделы библиотеки. Также мы видим стеллажи и столы, на которых тоже представлены книги из фонда отдела обслуживания, из фонда абонемента, которые тоже можно взять. Это читательский зал? Заглянем сюда. Это нет. Это зал, который совмещает в себе два отдела. Это же самое интересное. Да, да, да. Здесь книги. Вы рассказывайте, рассказывайте. Здесь книги по искусству. Здесь нотно-музыкальный отдел и отдел литературы по искусству. Можно взять ноты, можно посмотреть альбомы о живописи. Здесь как у бабушки в квартире. Круто. Хранятся пластинки, диски. Друзья, вы когда последний раз видели пластинки? Пластинки. Ну, кроме тех, которые диджей крутят. Да? Главное, не забыть, откуда взял. Сто друзей. Желаю счастья в личной жизни. Про седого паромщика песни. Здесь действительно есть коллекция пластинок. Здесь Алла Борисовна Пугачева и Игорь Николаев. Вот чего я не ожидал увидеть в библиотеке, так это пластинки. Десятки шкафов, сотни полок и тысячи виниловых носителей информации с самыми разными песнями. Хожу между полками, а в голове крутится мысль, что все эти песни, что на пластинках в этой комнате, могут поместиться на флешке размером в 4 гига. Ну, может быть, в 8. Целая комната и флешка. Почувствуйте разницу, да? Катерина Евгеньевна, прошу. Ну, давайте пройдем в читальный зал. Кто бы что ни говорил, но при слове «библиотека» перед глазами всплывает образ именно читального зала, в котором один пишет научную работу, второй ищет информацию по России начала 19 века, а кто-то и вовсе сидит и работает в ноутбуке или планшете. Да, вы правильно поняли, в библиотеке есть бесплатный Wi-Fi. Правда, только для тех, у кого есть читательский билет. Актуально ли вот это выражение устоявшееся, что тишина должна быть в библиотеке? Тихо я сказал или я тихо сказал? Вот дословные цитаты. Ну, все зависит от того, в какой день вы пришли в библиотеку. Да, если вы пришли в обычный рабочий день, когда студенты готовятся к каким-то колоквиумам, сессии, а это тоже бывает, когда школьники пришли делать какие-то рефераты, проекты, научные работы, то, конечно, тишина должна быть в библиотеке. Или пришли какие-то наши читатели, которые хотят докопаться до сути вещей, до истины. Там, например, был ли приказ для того, чтобы взорвать колокольню или нет, там шуршат периодикой газетами. То есть, ну, справки таки мы тоже даем. То, конечно, должна быть тишина. А если вы пришли в дни летних каникул, или весенних, или осенних, или если вы пришли на ночь в библиотеке, ночь искусств, ночь в музее, то, конечно, площадки подразумевают, что тишины не должно быть. У нас здесь и библиотечные караоке было, когда мы с удовольствием пели песни, используя песенники, которые есть в фонде нашей библиотеки. И всевозможные мастер-классы, когда берем книги и смотрим оригамики, ригами. Ну как быть в читальном зале и не почитать? Я не смогу упустить такую возможность. Тем более, последний раз я это проделывал, наверное, ну, еще в среднем звене в школе. А вот вы знали, что скала Эйрис Рок – величайший в мире монолит, расположенный в центре австралийской пустыни? Все это не просто так, друзья. Наконец-то, наконец-то я, можно сказать, вспомнил свою мечту. Я попал в читальный зал библиотеки. И тут действительно тишина. Хочется сидеть, никуда не выходить. Времени в обрез, здание библиотеки огромное, и побывать хочется везде. Прощаюсь с читальным залом, и Екатерина ведет меня дальше на экскурсию. Когда вы в последний раз видели вот такую узкую лестницу? Она есть в библиотеке Маяковского. Хоп, хоп, хоп. Там тоже книгохранилище. Пойдемте. Первое, на что я наткнулся, зайдя в это книгохранилище, ну как вы думаете, ну что я мог найти? Конечно же, это универсальные одноковшовые строительные экскаваторы. Хопа! И кабельные экраны. По-моему, вот так пойдет. Основа спектрального анализа. Основа космического, космических электрореактивных двигателей. Я даже выговариваю с трудом то, что люди уже, про что люди книгу написали. Мне кажется, что библиотекари в обязательном порядке должны играть в игру, которая называется предсказание. Это когда ты задаешь вопрос, и своему коллеге... Страницу, абзац, строчку, да, играете или нет? Обязательно играем. Давайте попробуем сыграть. Я выбираю вот книжку, которая называется «В поисках минувших столетий». 63-го года книжечка. Какой вопрос? Что ожидает меня сегодня вечером? Что ожидает сегодня вечером? Страница? Пусть будет 29-я страница, первый абзац сверху. Держал в лабиринте, огромном здании с запутанными коридорами, чудовище с бычьей головой, Минотавра. То есть, буду в закрытом фонде работать с книгами, расставлять, ну или там выяснить какие-то недоразумения. Оказывается, внутри здание библиотеки похоже на бесконечные лабиринты стеллажей переходов, лестницы, дверей. Тут можно попасть из одного крыла в другое короткой дорогой, спустившись на один этаж и поднявшись на два, оказаться в фойе, там, где гардероб и выход на улицу. Короче, потеряться можно запросто, но я-то с провожатым ходил. Вы посмотрите, где мы появились. Я честно хочу сказать, что пока я шел по коридору вот так вот оттуда сюда, я вообще не мог понять, куда я выйду. Оставь меня между полок, я потерялся здесь. Ну ладно, хоть будет что почитать. Будем считать, что ты со всеми заданиями справился. Ну, да. Да. Теперь давай проверим, читатель ли ты. Давайте. Наша библиотека. В центральной библиотеке города Сарова я был, наверное, последний раз. Сейчас будет стыдно и мне, и всем моим учителям. Привет учителя, кстати. Я был в школе, наверное, в средних классах. Нас сюда приводили на экскурсию. Мне даже кажется, что здесь было как-то все иначе сделано, не как сейчас. Но сейчас посмотрим, есть я в базе или нет. Так, в базе-то есть? Вот я могу сделать как-то. Сейчас я посмотрю, есть ли на тебя регистрационная карточка. Давайте. Регистрация проходит раз в пять лет. Но раз ты говоришь, что ты был в среднем, извини, я так подозреваю, что это больше пяти лет прошло. Ах, даже больше десяти, наверное. Да, карточки на тебя нет. Значит, сейчас ты должен будешь... Тебе есть свой паспорт? Паспорта нет, но я помню все свои данные. Паспорта нет. Ну вот в следующий раз, когда придешь, тебе нужно будет принести для того, чтобы удостовериться. Ага. Ну а пока заполняю сам на себя карточку. Я согласен на... С тем, что библиотека вправе напоминать мне о взятых нам и на дом документах, а в случае просрочки даты их возврата путем телефонного звонков, почтовых отправлений, в том числе по электронной почте. Вот так вот. Книги надо возвращать вовремя. Екатерина Евгеньевна, получилось ли у меня что-нибудь из вашей профессии? Могу ли я работать с библиотекарем? Ну, я хочу сказать, что ты, в принципе, молодец. Самое главное, что у тебя есть желание и старание. А это самое главное. Вот. Ну, конечно, не все счеты, опции, которые выполняет библиотекарь, попробовала лишь маленькую, но основное ты попробовал, ты справился. Я думаю, что под чутким руководством старших коллег ты вполне бы мог прийти к нам и вот с таким бейджиком дублер библиотекаря обслуживать читателей после того, как библиотека откроется. Поэтому я думаю, что это дело тебе по плечу. Спасибо большое за этот невероятный Лиг Бесс-экскурсию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!